Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно маршрута фарма семян одуванчиков, так что обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, а вот теперь поехали. Они нужны пока что только лишь для двух персонажей, Джин и Эола. Со временем может быть что-то поменяется? Ну а в плане различных крафтов нам нужно это для зелья ветряного барьера, штормового масла, ну и конечно же камень эхо анимакула. Собирать мы все это дело будем в Манштадте. И для сбора нам потребуется аниме персонаж, чтобы с помощью аниме провзаимодействовать с этими одуванчиками, чтобы они дали семена. И давайте перейдем уже непосредственно к маршруту. Первая точка находится прямо у ворот Манштадта, показываю куда идти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Если не полентите и пройдете еще дальше, то будете еще два. Раз. И вон, собственно, два. От данной статуи Архонта двигаемся так, как я показываю. Раз, два и три. От этой точки телепортации двигаемся так, как я показываю. Раз, два и три. От храма волка двигаемся так, как я показываю. Раз, два и три. А у этой тпшки они будут находиться прямо рядышком. Вот здесь вот. Раз и два. Небольшое отступление. Почему называют данную серию видео маршрутом фарма? Потому что вы просто ходите по дну маршруту, все собираете. Один раз пройдете и, в принципе, запомните и спокойно возвысите персонажа. Но прикол в чем? Есть места, куда очень нужно далеко добираться. К примеру, я сейчас нахожусь в этой точке. Вы либо от данной точки телепортации идете вот таким вот образом, либо от этой точки телепортации идете вот таким вот образом. Тут еще нужно будет забираться по скале. И будете ли вы это делать ради трех одуванчиков, которые вот две штуки и вот еще один, я не знаю. Я бы не ходил. Это довольно долго. Проще сходить к другу и собрать их у него. От этой точки телепортации идем так, как я показываю. Раз и два. От долины воспоминаний идем в следующем направлении. Раз и два. От этой тпшки мы идем в следующем направлении. Раз и два. От этой статуи Архонта идем туда, куда я показываю. Раз. Два. И три. Идем к храму Сокола. Раз. И два. Телепортируемся к горному дозору и идем к этому маленькому озеру. Это будет нашим ориентиром. И сразу рядом с ним будут находиться три одуванчика. Раз. Два. И три. Но это еще не все. Тут больше нет точек телепортации. Придется нам действовать с вами от этого озера, чтобы вам было понятно, куда и как идти. Как я и говорил, от озера идем так, как я показываю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Ну вот, наверное, и все с маршрутом фарма. Просто одуванчики находятся на довольно уже большом расстоянии от точек, куда мы можем телепортироваться. Находятся там в количестве целых одна штука. Ну, может быть, в одном-двух местах две. Скорее всего, в одном, и находится это вот в этом месте. Так что, давайте-ка перейдем к тому, где мы можем приобрести их. Да, такое тоже можно. Инадзума. Остров Рита. Каприлья. Но прикол в том, что здесь будет очень большая цена. Прям очень. Но купить можно. Ну, за 60 тысяч море. Порт Ормс. Тут уже будет подешевле. Всего лишь за тысячу. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну, или сегодня на стриме, если он будет. До встречи. Продолжение следует.